Депутат Государственной Думы Владимир Васильев накануне прибыл в Тверь с очередным рабочим визитом. Среди вопросов, которые были в центре внимания лидера крупнейшей думской фракции, поддержка спорта среди молодежи и поиск подходов к ремонту кровель в старом жилом фонде. Подробности расскажет наш корреспондент. Это один из дворов центрального района Твери. Большой, ухоженный и чистый. Здесь проживает много семей, соответственно, детей здесь много. Катя почти каждый день летом гуляет на детской площадке возле дома. Елена, мама Кати, в это время делает домашние дела и краем глаза смотрит из окна за дочкой. Женщина делится, что детям во дворе часто бывает скучно. Ведь игровой комплекс с советских времен морально устарел, а часть конструкции пришла в негодность. Видите, какая она у нас старая, железная. Деткам, конечно, хочется, чтобы была и горка, и качельки, и что-то еще. Местные жители хотят, чтобы в их дворе установили новый детский игровой комплекс. С такой просьбой они обратились к депутату Госдумы Владимиру Васильеву. Народный избранник считает, что когда инициатива идет от народа, тогда и дело спорится быстрее, и результат оказывается лучшим. Ведь совместными усилиями, деятельным участием каждого можно достичь куда большего. Пока мы не заболеем вот таким чувством, делать вокруг себя красивое, доброе, и не только за счет кого-то и кем, а самому, как потребность, мы не изменимся по большому счету. Дети, которые это видят, они тоже начинают принимать участие. Во-первых, они не будут ломать. Это их не сделано, их родители не видят. Во-вторых, они будут привыкать, жить в красоте, поддерживать. Они будут участвовать в этом процессе. У старевших игровых комплексов в Тверских дворах немало, но важно за ними следить, поддерживать их надлежащий внешний вид, считает заведующая детским садом номер 51, который расположен по соседству. Поскольку не всегда есть возможность установить новый взамен старому. Финансированием сейчас трудностей, и лучше, конечно, отреставрировать старые, продолжать пользоваться, немножко обновить. Конечно, составить акт, посмотреть, крепко оборудование или нет. Я тоже старший поддом, и я думаю, что администрация района к этому тоже подключится, чтобы еще много лет могли пользоваться ей детки. Также в продолжении рабочей поездки Владимир Васильев посетил Центр современной культуры «Рельсы». В центре внимания собравшихся был поиск подходов к ремонту кровель в старом жилом фонде. И создание станции под зарядки для экологического транспорта в Твери.